Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. Вас приветствует рубрика «Новое и интересное». Самые актуальные комментарии и новости наших корреспондентов. Что случилось в Якутии и как это отразится на нашей жизни, смотрим и читаем по ссылкам. В Якутии возобновили работу учреждения дополнительного образования и спортивной подготовки, как нашему изданию заявил заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Александр Платонов. На данный момент начались тренировки у сборных команд Республики по всем видам спорта и во всех возрастных категориях. Заработали секции в детско-юношеских спортивных школах. 14 ноября по указу нашей Республики, учреждения, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки, мы начинаем свою работу, долгосрочный, так скажем, отдых. Все учреждения, которые открылись, мы все соблюдаем меры безопасности и методические рекомендации Респотребнадзора. То есть это дезинфекция ежедневная, ежечасовая, после тренировок. Все равно проводим дезинфекцию тех же самых раздевалок. Измеряем температуру тела при входе в объект. И также проверяем на наличие медицинских одноразовых масок. Составили расписание занятий, в которых не превышает 15 человек. ЯСИЯ совместно со службой спасения Якутии подготовили материал о недопустимости выезда на переправы в начале зимы. Из-за аномально теплой погоды в этом году в Якутии ледообразование происходит позже обычного. Поэтому открытие переправ произойдет с отставанием от утвержденного графика на 10-14 дней. Поэтому переправы начнут открывать с 25 ноября. За октябрь и ноябрь 2020 года в Якутии из-за несанкционированного выезда на лед погибло 4 человека. Для сравнения, в октябре, ноябре и декабре 2019 года погибло 6 человек. Как избежать трагедии и что делать в экстренной ситуации? В целом, в этом году гораздо статистика потерявшихся и так далее, гораздо ниже, чем в те годы. Мы это связываем с тем, что у нас все-таки через испанемию люди сидели дома и выезжали на охоту, на рыбалку, ограничивались или на сбор декоросов. Что из себя представляет фестиваль «Зима» начинается с Якутии? Чем примечателен фестиваль и чего ожидать в этом году от организаторов? Слушаем министра предпринимательства и туризма республики и обязательно читаем самый полный и расширенный материал нашего корреспондента Ивана Евсеева. Добрый день! В этом году фестиваль «Зима» начинается с Якутии и пройдет с 23 ноября по 6 декабря. Впервые в онлайн формате, так как пандемия внесла свои коррективы в организацию фестиваля. Но новый формат даст возможность каждому желающему познакомиться с Якутией из любого уголка мира и даст старт новогоднему шествию по всей стране. Все мероприятия пройдут онлайн на разных платформах сети интернет – на платформе Zoom, WhatsApp и Instagram. Сейчас мы активно работаем над организацией фестиваля и уверены, что каждое мероприятие пройдет на очень высоком уровне. Команда Оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Зима» начинается с Якутией прилагает большие усилия, чтобы каждый раз фестиваль удивлял и радовал жителей и туристов, учитывая во внимание, интересы и пожелания по проведению данного фестиваля. Например, в 2019 году в программе фестиваля ярко дебютировал модный показ Arctic Fashion Show, направленный на развитие индустрии моды Республики Саха-Якутия и креативной экономики в целом. Благодаря тому, что в 2019 году в Arctic Fashion Show приняла участие представитель Национальной палаты моды России и высоко оценила уровень показа, в этом году дизайнеры из Якутии приняли участие Mercedes-Benz Week Russia. В этом году показ пройдет 1 декабря 2020 года и будет транслироваться в прямом телевизионном и YouTube эфире Национальной обещательной компании Саха, а также на официальной странице показа в социальной сети Instagram Arctic Fashion Show и ЕКТ. Всего в этом году в рамках «Зима ночной» в Якутии пройдет более 40 мероприятий. Вас ждет церемония зажжения новогодних елок на главных площадях нашей столицы с театрализованной постановкой, которую покажут в прямой трансляции на телевидении, а также гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных фигур «Бриллианты Якутии» в ледовом городке «Северное сияние», фотовыставка «Фарен Джемс» пройдет ряд деловых мероприятий, круглые столы, конференции, семинары. Также будет очень много семейных детских мероприятий, таких как мультимедийный проект «Зимняя сказка» по мотивам якутских народных сказок, детско-юношеские спортивные онлайн-состязания, различные конкурсы, участие в которых могут принять все желающие. В общем, мы подготовили очень много интересного, я уверена, что каждое мероприятие найдет своего гостя. Программу мероприятий вы можете посмотреть и скачать на всех официальных сайтах организаторов, в том числе на сайте Минпреда и на портал b14.ru. Ждем вас на фестивале «Зима начинается» с Якутии. Якутию наградили главной премией Всероссийского конкурса «Самый читающий регион 2020». Глава Якутии Айсен Николаев получил статуэтку «Литературный флагман России» и диплом победителя Всероссийского конкурса из рук председателя жюри Сергея Степашина. В жюри входят крупнейшие издательства и писатели. Оценка дается по многим критериям, в том числе по количеству читающего населения, молодежи, показателям школьных библиотек и книжных магазинов. Но самое главное – это проекты, которые интересны для всей страны. Ну а вы, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства, оставайтесь с нами и будьте в курсе всех самых актуальных и важных новостей.